Но что я хочу просто сказать о влиянии этого дуализма на нас, вот, на очень таком важном примере, хочу это разобрать, и уже гораздо ближе к нашей теме, потому что, ну, история там истории, вот, она для нас не так важна. Да, для нас важен наш богатый внутренний мир и как мы с ним соотносимся, вот, со всякими этими, в том числе, архетипами, символами, которыми мы живем, которые на нас действуют. Так вот, добро и зло, когда вот дуалистические вот эти мировоззрения начали делить-то все, делить мир, они же нас поделили, наш внутренний мир на это, добро и зло, где оно живет? В сердцах человеческих, да, вот, как они говорили, внутри оно живет. И они как-то очень так поделили наше тело и сознание, вот, там, на добро и зло. И мы эту проблему до сих пор вот как-то расхлебываем, если там проблему можно расхлебывать. Ну, в общем, как-то с этой проблемой живем и что-то такое вот расхлебываем в ней. То есть, это внутренний конфликт, внутреннее напряжение между верхом и низом. Вот, помните, я начал с того, что есть верх и есть низ. И вот, скажите мне, пожалуйста, с какой стати секс стал стыдным делом? Вот, с какой это стати? С какой стати тело вообще стало стыдным? Ну, вот секс. Секс. Казалось бы, главное вообще наше дело в жизни, по жизни. Главная задача эволюции – передать гены. Эй, вы что вообще? Почему секс вдруг стал плохим? Его праздновать надо, не стесняться его, как-то его демонстрировать, рекомендовать, всячески агитировать за него. Ну, по идее, да, как-то объяснять про него, культивировать. Потому что вот это же продолжение жизни. И в древних культурах они, собственно, этим и занимались. Агитированием, значит, сексуальность. Из-за сексуальности. То есть там сексом на пашнях занимались. Мол, вот нужно вместе все это делать на пашне, чтобы вот, значит, и мы тут зачнем, и земля, вот она тоже уродит, блядишь. Ну, вот такой вот темный народ с магическим мышлением. Вот, а мы прямо уж такие светлые. Но вот сейчас, если посмотрите, рационально, может, кто-нибудь может объяснить, почему вот я вам сейчас палец показываю, вот этот палец указательный, и это нормально. Вот нос показываю, нос, и это тоже нормально. А если я сейчас штаны сниму и член вам покажу, мужской, половой, то вы на меня обидитесь, скорее всего. И скажете, не нужен нам такой ретрит. Что это за ретрит такой про искусство? Без штанов. Где ведущий там без штанов ходит. Безобразие какое. Но почему так? Ну, как вот рационально, вот чем отличается? И вот мы можем этот вопрос задать себе. А вот что я чувствую, когда я смотрю на палец? А что я чувствую, когда я смотрю на половой орган? Мужской, женский там? Почему одно кажется таким вот простым, естественным? А другое вот каким-то неприличным. Почему палец приличный, нос приличный, а член неприличный? То есть рациональных здесь никаких объяснений нет. Значит, это вот чего-то такое оттуда, откуда-то из культуры, из бессознательного. Ну, и мы можем сказать, ну, это же как бы, это же нормально, действительно, это же везде так. Это же везде так. Пишут, секс приводит к чрезмерной рождаемости. Ну, знаете, это же все регулируется тоже, можно регулировать. Раньше регулировалось массовыми вымираниями, сейчас вполне может регулироваться презервативами и прочими средствами. Нет, здесь явно какие-то какие-то глубинные причины, бессознательные на нас влияют. И мы ведь знаем, что вот эта стыдливость особая, особая стыдливость по отношению к сексу и какое-то такое уничижительное отношение по отношению к сексу, это ведь не везде так. Не везде так было, во всяком случае, в истории человечества. И сейчас не везде так. Есть там, были, есть места на земном шаре, где прилично любая часть тела. Ничего, живут как-то и не развратничают. Вот ходят себе там голяком, ничего. Друг на друга не кидаются. А есть места, где молятся на член, на мужской, половой? Молятся, в смысле, как Богу молятся. Ну, в Индии, знаете, лингам, лингам, лингам или лингам. Это изображение члена, в принципе, мужского, полового члена. Ну, вот, кстати, это интересно с Индией. Там вот, мне кажется, сейчас как раз вот это вот культурное месиво такое получилось. Из-за, ну, вот, из-за этой английской оккупации, этой многоколониальной, тоже сколько там веков-то они держали. То есть вот эти, как накладываются друг на друга ценностные ориентиры очень по-разному. И такая смесь. То есть, ну, знаете, вот же, наверное, есть в Каджурах, там такой знаменитый храм. Он весь, вот, у них стены, стены все из таких фресок, фрески, значит, испечрён этими фресками с сексуальными сценами. Ну, и там просто буст в этой плоти какой-то. Вот, всё, что человеческой фантазии способно в этой области, вот, там представлено. Вот, чего там только нет. Вот, они и так, и сяк, и группами, и поодиночке. Всё, что угодно делают. И с животными даже. То есть, но, вы же понимаете, храм-то, храм, это же было священное. Чем-то священно, люди молиться туда ходили, уклоняться Богу. Значит, это как-то вот связано у них, сексуальность была, была в Средневековье. До англичан. Связано со священным опытом, сакральным опытом. Ну, и вот, как я сказал, это шиволингом, да, изображение мужского полового члена. И часто вместе с йони изображение женского полового органа, когда они вместе там. Оно очень графично там, но вполне себе распознаётся. Это одна из самых больших святынь во многих, там, ответвлениях индуизма. В принципе, ну, во всём индуизм. Это один из самых важных символов индуизма, вот, шиволингом вместе с йони. И они очень проводят такие, знаете ли, ритуалы, очень, как сказать, показательные. Они его молоком поливают. Знаете, всем понятна символика. Вот взяли член, полили молоко, молоко попало в йони. Вот вам, пожалуйста, репродуктивный цикл, да, зародилось что-то новое. Но понятно, что там, вот сейчас, это как-то стало, вроде бы, тоже, с одной стороны, всё понятно. Но люди всё равно как-то абстрагируются и представляют это на каком-то абстрактном уровне. Что вот это действительно, это что-то божественное такое. Это именно символ. Ну, а вот по жизни сейчас нынешние индийцы, они же ужасно стыдливые, они гораздо стыдливее нас. Не дай бог там как где-то обнажиться, особенно женщины, там, прибьют на месте просто. И храм вот этот вот в Каджураха, я там читал какие-то статьи, вот, что там всякие экстремисты всё время хотят его взорвать, потому что, а там простые индийцы, они, значит, плюются там, вот какой стыд и позор, вот там все эти европейцы ездят туда, значит, смотреть, а они там стараются обходить это. То есть, получается, что индийцев в их массах сейчас, значит, как-то этот секс накрыл тоже страхом, вот, или каким-то вот стыдом. А мы вроде как наоборот движемся, да, мы потихоньку начали освобождаться, там, через медицину, через науку, через образование, через гигиену, там, культпросвет всякий. И, кстати, вот искусство не в последнюю очередь, да, что искусство у нас, вот, нас расширяет взгляды на сексуальность. Искусство позволяет нам каким-то безопасным образом прикоснуться к этому, взглянуть на какие-то стереотипы нашей культуры, вот, которые впитаны нашей психикой, вот, и войти с этим в контакт. Ну, и когда мы входим с этим в контакт, то у нас есть шанс появляться больше как-то начать понимать о своих личных отношениях с этой темой. Вот, именно через чувство, через этот какой-то реальный контакт. Вот, почему для меня секс стыдливый, почему я стесняюсь своего тела? И это, ну, возможно понять только через личное исследование своих личных отношений. Потому что, опять же, очень контекстуально. У немцев, например, как-то вот культура нудизма очень такая развитая, в смысле, что она там началась вот в начале века 20-го. И как-то так цветет. Ходят в баню нормальные мужчины и женщины вместе. То есть, в этом контексте для них это абсолютно нормально. А у нас вот, там, скажем, в какой-то русскоязычной традиции банной всякой, там это не принято, да, мы стесняемся. Опять же, достаточно иррационально, да, потому что, ну что, подумаешь, сходить в баню. И когда мы начинаем смотреть вот в сторону, там, например, вот, просто я сейчас взял тему секса, потому что она вот одна из самых иррациональных, да, получается. И в то же время такая вот важная для жизни. Но мы это можем и в дальнейших разговорах я хочу там это расширять. Но вот сейчас я просто хочу именно сконцентрироваться как на примере на этом, знаете, сексуальности. Что у меня там, может быть, вот какие-то свои вот эти отношения с сексуальностью, вот какие-то такие странные, иррациональные, какие-то противоречивые, амбивалентные. Они могут там по сотням причин, они могут ходить корнями, как раз это тысячелетие назад, вот, с моими этими предками со всеми, значит, с этими дуалистическими религиями Европы и Азии и прочее. И понятно, что я этих причин уже не изменю никак. Я не изменю всю эту историю человеческую, не изменю историю моего рода, историю моей семьи, историю моего личного воспитания. Поэтому здесь вот этот вопрос, почему это так, вот со мной это так, он может быть не очень эффективный, да, ну, знаю я почему, ну и чего. Потому что вот то-то и то-то, потому что меня, значит, бабушка в баню взяла в женскую, я испугался там, значит, когда мне было три года. Там четыре. Вот, мне ничего не объяснили про это. Вот, все-таки такие огромные, все с тазами. Конечно, страшно. Вот, и с тех пор у меня проблемы вот с этой сферой сексуальной. Ну, так может быть такая причина, да. И что, что мне от этого почему, да, я узнал почему, что теперь изменилось. Поэтому здесь скорее для нас важно, и, собственно, наши практики, вот эти медитативные практики, они работают не с почему, а с как. Как я, как именно я это переживаю? Как? Вот, если я чувствую стыд, например, то как именно я его переживаю, да, вот телесно, что именно я переживаю, вот какие у меня паттерны, как меняется мое дыхание, вот как меняется мое ощущение в теле. И когда я вхожу с этим в контакт, с этими чувствами, вот с этим состоянием, с этими переживаниями, с этими ощущениями, тогда у меня появляется возможность что-то делать, используя там наши какие-то техники конкретные. То есть, когда я, например, смотрю на свое обнаженное тело, или на тело, обнаженное тело другого человека, или на свое вот в зеркале, или когда я смотрю на вот эту картину какую-нибудь, или на скульптуру, там вот Давид стоит, вот весь такой большой, крупный мужчина с членом, значит. И вот, а ведь изображения ведь они тоже могут быть разные, да, вот там вот, вот с шиволингом он максимально такой абстрактный, вот изображение мужского вот этого члена. И когда я смотрю на него, что я чувствую? Ничего особенно не чувствую, ну, может это вообще огурец какой-нибудь, ну, что это какая-то вот такая штука такая, мне нужно еще додуматься, что это член. А вот, а что я чувствую, если я вижу изображение вот этого же члена, но очень такое натуралистическое. И даже не как у Давида, у него Давид маленький, а вот если такое гротаскно преувеличенное, как там, не знаю, как у Обри Берцлея, да, вот если был такой художник, у него там вот эти члены, они вот такие просто в человеческий рост, да, и очень графично все это изображено. Или там какое-нибудь скульптурное изображение бога Пана на древнегреческих скульптурах тоже там вот у него такая, значит, эта штука из него торчит. А вот когда я на это смотрю, да, что я чувствую? Что я чувствую? Какой у меня внутри отклик? Я начинаю хихикать, я начинаю зажиматься, что происходит со мной? Или вот там на картине лежит женщина, прикрывшая свою лоно ручкой, вот, Венера там, да. А вот, значит, на другой картине тоже лоно, но уже вот такое вот распахнутое прямо на меня, что я чувствую тогда, да. И я соотношусь с этим, вот как раз, почему я говорю, что искусство, оно создает безопасный канал, безопасный канал, что действительно мы можем соприкоснуться с чем-то, вот, вот, что вызывает сильные чувства, но в достаточно такой вот безопасной атмосфере, да, я поставил перед собой картину, там, вот, открыл компьютер, смотрю на это, соотношусь со своими чувствами, исследую это, изучаю, что, соотношусь как у меня с этим. Потому что, если я не смотрю в эту сторону, вот, в сторону этих вот запретных тем каких-то, да, то оно же чуть не перестает существовать от этого. То есть, что лоно есть, а слова нет, темы как будто бы нет. И, там, ну, не знаю, вот, все мои, там, ровесники, люди, там, сорока лет, пятидесяти лет, да, где мы обучались сексуальностью? Во дворах мы обучались, да, кто-то что-нибудь рассказывал. Сейчас хорошо, хоть какие-то книжки есть, там, родители стали образованными, что-то начинают разговаривать, хотя там очень стыдно всем, всем очень странно с детьми, ну, как-то надо же как-то с этим соотноситься. Или вот еще одна тема, да, опять же, наша такая очень, которая, мне тоже, кажется, исходит из нашей вот этой дуалистической культуры. Потому что в Индии, ну, вот, женский половой орган называется йони, мужской половой орган называется, значит, лингом, и они их там гимны сочиняли священные, да, ну, как минимум, вот, в их этой старой культуре. Или какая-нибудь там китайская, опять же, старая культура, я сейчас не говорю про социализм, старая культура, их старые там тексты, где там какие-нибудь все это воспевалось, там какие-то нефритовые стержень, там нефритовые ворота, ну, то есть, какие-то красивые слова находили для этих занятий и для этих органов. Это как у меня вот мой друг, такой он очень такой эстет своего рода был. И как-то он так, и очень любил вот всякое китайское всякое, вот он сидел как-то, что-то мы о чем-то разговаривали, причем мы разговаривали о чем-то другом совершенно. Вдруг он так ни с того ни с сего говорит, вот послушай, вот у китайцев поза для секса называется позой голубки, а у нас раком. И как-то он очень с таким обидой произнес это, что рак для него это какое-то нынче жительное животное, а голубка это значит очень красивое. Ну, наверное, да, действительно, действительно так. эстетически голубка, вот что-то возвышенное, а рак, вот он пятится. Вот, то есть, какой-то вот такой униженный. Но более того, вот когда мы обращаемся к словам, связанным с половыми органами, они у нас либо ругательные, либо медицинские. Вот получается, что действительно лона есть, а слова нет. Ну, вот лона такое слово красивое. Ну, мы его часто, что ли, употребляем? Лона. Вот так вот. Не часто мы его употребляем. В поэзии, в поэзии его, значит, только в поэзии 19 века. И вот не кажется ли, опять же, вам это странным, каким-то нелогичным? Ну, то, что дает жизнь, то, что ее продлевает, продолжает ее, то является предметом оскорбления. Вот это, не странно ли это? Если мы считаем жизнь самым священным, что есть вообще, ну, для нас, а как еще иначе, если мы живые существа, что еще более священное может быть для нас, кроме жизни? Если мы считаем детей самым дорогим, что у нас есть, и правильно считаем, что у нас еще есть дороже, кроме детей, ну, почему же тогда орган, с которого эти дети появляются, он, вот, орган порождающих, он оскорбителен и постыден? Почему? Не странно ли это? И мы можем заметить, что вот это отношение у нас в целом к низу, вот теперь, да, вот оно как-то, вот тело, точнее, это было так. Вот сейчас, слава Богу, слава Богу, что мы начинаем возвращать себе телесность, и, опять же, очень много и психотерапии всевозможных, и техник, и практик, которые возвращают нам телесность, возвращают нам тело, как бы сообщая нам, напоминая, что тело – это неплохо, что тело – это не зло, это не сосуд греха, что тело – это вы. Это так же, как сознание. Но, скажем, весь тоже XX век мы прожили с тем, что тело – это более, ну, вот, опять же, вот это такая западная, условно-западная культура, да, что тело – это поставка для головы, а голова уже вроде как и не тело, ну, голова же – это тоже тело, и мозг – это телесный орган, нервная система – это тело. Но при этом тело – сосуд греха. Как это может быть так? И вот эта вот наша раздробленность внутренняя, где очень много этих противоречий, потому что эти мифы, вот сколько мы, я говорю, что мы сейчас стараемся возвращать это, и вот, на самом деле, мой этот разговор, он для этого, да, чтобы для какого-то большего осознания этих тем. В том числе. И, но все равно эти, эти программы глубинные, они впитаны нами, вот с этими веками и тысячелетиями, и где-то в нас сидят, и в языке, опять же, сидят, в языке. Мы материмся, материмся с этими самыми святыми, священными органами мы обзываем этим. Как это возможно? И других слов у нас нет для этого. Это очень странно. А если мы говорим, что медицинские, что ли, все это называются, да, как там, вагина, это же ужас какой-то, влагалище, это кошмар. То есть, важно осознавать это, но, соответственно, каков путь туда? Ну вот, их, ну как бы, путей много, путей вот в эти теневые сферы как раз. То, что куда не хочется смотреть, куда там, так или иначе, стыдно, противно, неприятно, какое-то отвращение, это все темы для исследования. Почему? Как именно? То есть, туда ходить можно разными способами. Можно через сны, через какую-то психотерапию, через медитацию. Ну вот, я предлагаю способ, когда мы совмещаем медитацию и искусство, потому что искусство один из таких способов. Идти туда, смотреть туда, что я чувствую, что я переживаю, когда контактирую с этим. Тень, я напомню, что это то, куда очень не хочется смотреть. Куда смотреть страшно, стыдно, неприятно, противно, как я уже сказал. Но от того, что мы не смотрим, это никуда не девается, не исчезает из нашей жизни. А наоборот, вот в этих темных углах копится и набирает силу всякая темнота, которая еще неизвестна, куда потом прорвется, куда ударит, как по психическому здоровью, по физическому здоровью, по настроению, по отношению с близкими. Вот, опять же, если взять ту же самую Индию, вы знаете, наверное, что есть там новости какие-то иностранные, изучаете, смотрите, там какая-то достаточно большая волна изнасилований. То есть, понятно, что там это во многом связано с каким-то балансом населения, что мужиков много, женщин там не хватает, но, причем каких-то жесточайших изнасилований, там громкие случаи какие-то были, ну и ответная волна, соответственно, там какое-то феминистическое движение, движение защиты женщин от насилия. Но, мне кажется, во многом это вот как раз из-за какого-то такого культурного шифта какого-то, когда разные ценности вдруг начали приходить в какие-то конфликты внутренние, и люди просто не знают как с этим быть, да, и эти мужики, они просто там глаза наливаются, и они там кидаются, что увидят чуть-чуть там какой-нибудь щиколотку обнаженную, и все, он уже там не может себя держать в руках. То есть, получается, что если я не смотрю в эти стороны, в темные свои стороны, не исследую, не изучаю этого, то оно там копится, и оно может непонятно действительно как вылиться. Ну, понятно, что вот здесь мы там все интеллигентные люди собрались и можем контролировать себя, но тогда часто оно бьет там по здоровью, да, когда вот есть, когда вот эта внутренняя агрессия направлена вовнутрь, да, начинаются эти чувства подавления каких-то чувств. Соответственно, с этим нужно как-то разбираться. И, собственно, практика, любая практика интроспекции, такого самоисследования, вот здесь как раз свет, который мы приносим в темные углы своей души, свет нашего сознания. Мы начинаем смотреть туда, исследовать, хотя, опять же, еще раз повторю, это неприятно. Наша естественная реакция отвернуться от этого. Вот как, опять же, в этой метафоре, которую я сто раз приводил, это лампочка из рассказа Зощенко. Так устроено, опять же, наше сознание. Мы вкрутили лампочку, увидели, что грязь вокруг и блохи, и беспорядок. Лучше бы глаза на это не смотрели. Взял и выкрутил лампочку. Ну, это какая-то вот такая, опять же, естественная реакция. Поэтому, чтобы все-таки пройти сквозь это, нужно не выкручивать лампочку, а смотреть на эту грязь, а потом взять веник и убраться, взять там пылесос и убраться, взять и покрасить что-нибудь там, сделать что-то с этим. И вот, уже возвращаясь к нашей практике, мы здесь вот можем это исследовать двумя этими инструментами, когда у нас есть искусство, как безопасный, как я уже много раз повторял, безопасный способ увидеть это, войти с этим в контакт, с какой-то частью, которая неприятна, которая вызывает отторжение, но остаться с этим и побыть со своими чувствами, и увидеть, как они меняются, и что с ними происходит с этими чувствами, какие в них есть оттенки, опять же, мы расширяемся, мы уходим от этой однозначности, вот добро и зло, и они никогда не сойдутся друг с другом, мы начинаем видеть контекстуальность этого, и мы начинаем видеть, да, это есть в жизни, да, вот, и с какими-то вещами, которые, ну, как бы, которые никак нельзя назвать добром, ни в коем случае, да, там, концлагеря, это зло, то есть, вы не найдете такого контекста, в котором концлагеря были бы добром, ну, попробуйте найти, если только вы фашист, для вас это будет добро, но если вы не фашист, то для вас это будет злом, и для большинства людей это зло, ну, как мне с этим быть, с наличием факта, как это, с фактом наличия концлагерей, да, что они были в истории человечества, что человечество дошло до этого, вообще, мне надо с этим быть как-то, мне надо с этим соотноситься хотя бы для того, чтобы это не повторилось, чтобы сделать все, чтобы это не повторилось, но мне нужно с этим фактом быть, научиться быть, и вот искусство, оно может быть такой какой-то вот формой, с которой я могу быть, поэтому, скажем, Аушвиц остается к музеям, да, музеем-напоминанием, да, люди приезжают, и вот один из моих учителей, он там проводит дзенский ретрит, я там в следующий раз об этом расскажу, ретрит, дзен-ретрит, они там медитируют в Аушвице, входя в контакт с этой реальностью, в свое переживание этой реальности, потому что, если я буду отворачиваться, если мы будем отворачиваться, это будет повторяться, потому что это есть в нас, это есть в нас, это не какие-то инопланетяне прилетели и устроили Аушвиц, это мы сделали, мы люди, вот, поэтому, это такая вот гигиена сознания, то, что мы смотрим в эти теневые тени, те, те, темы, теневые тени, вот, и как-то изучаем их, исследуем, поэтому вот уже, сейчас я расскажу, к чему я все это вел, к практике, с завтрашнего дня мы потихонечку начнем предлагать для исследования более такое провокативное искусство, до этого все было так более-менее, ну, там была пара мертвецов, вот, но они были очень такие приличные, то есть, они так лежали, да, прилично, и все, не разлагались, да, ничего с ним такого не происходило, и, значит, женщины голые тоже лежали очень, значит, скромно, то есть, ну, как-то все было в рамках, да, соответственно, завтрашнего дня мы потихонечку начнем это провоцировать, то есть, какие-то более-таки сильные чувства, какие-то подходящие каким-то к нашим табу, да, вот, что женщина так вот лежать может, а вот так она уже как-то уже и не может, то есть, так уже как-то я начинаю испытывать какие-то совершенно другие чувства, вот, ну, понятно, что, во-первых, мы не сбросим нас сразу какой-то ужас и кошмар и жесть, а, во-вторых, что трэша и угара вообще-то не будет, но, то есть, все-таки мы здесь контактируем, стараемся контактировать с хорошим искусством, хорошее искусство это всегда не просто, это не порнография, да, что вот у порнографии у нее одна задача, просто возбудить вас, вот, а у искусства все-таки обратите это в какую-то форму, где вы можете увидеть глубину, где вы можете увидеть широту контекста, вот, поэтому провокация, провокация, оно может вызывать амбивалентное чувство, но для нас как раз важна эта амбивалентность, там увидеть, что нет однозначно приятного, неприятного и плохого, хорошего, добра и зла, что там есть множество оттенков, и в зависимости от контекста я могу с этим соотноситься как-то, и чувства могут быть разные, там может быть стыд, и похоть какая-нибудь, и похоть и стыд одновременно, и отвращение, или похоть, и стыд, и отвращение, и похоть одновременно, и вот это все вот так, вот так, но, опять же, схема у нас простая, как и была, мы открываем это произведение, мы там настраиваемся как-то, входим с ним в контакт, смотрим на это, и чувствуем отклик в своих ассоциациях, в своих мыслях, здесь очень важно, когда приходит этот первый отклик, не цензурировать его, не, 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 как бы, сразу не хватать себе вот так вот за горло, что, как ты можешь возбуждаться сейчас на эту картину, как ты можешь это чувствовать, да, это не положено, тебе даже чувствовать это не положено, а вот чувством не прикажешь, но чувства, они возникают, состояния возникают, но что мы делаем дальше, вот вопрос, что нам важно не подавлять какие-то чувства, а входить с ними в отношения, в сознательные отношения со своими чувствами, и когда мы уже входим с ними в отношения, вот как эти созерцатели, как свидетели, как наблюдатели, дальше у нас появляется выбор, куда мне пойти с этими чувствами, что мне делать, я начинаю видеть, что просто чувствовать, это совсем не страшно, что чувство пришло, ушло, и стыд пришло, ушло, и отвращение пришло, ушло, и похоть какая-то, что это не страшно, самые какие-то грязные, страшные мысли, это не страшно, если я не хватаюсь за них, вы знаете, сказал один известный учитель медитации Шинру Судзуки, держите свои двери открытыми, имея дверь ума, если к вам приходят мысли или чувства, пусть двери будут открытыми, они пришли, вот парадная дверь, они заходят через парадную дверь к вам, откуда они пришли, да кто знает, от ваших предков этих, которые там с ума подходили все, которые не знали, что с собой делать, вот они оттуда пришли к вам, пришла эта мысль, но самое главное, вторую дверь не закрывайте, черную, потому что она пришла и ушла, и чаю им не наливайте, добавлял Шинру Судзуки, то есть не нужно их задерживать, но свидетельствуйте, вот пришла мысль или пришло чувство, и ушло чувство или мысль, и если я не задерживаю, я не подавляю этого, и я не сепарируюсь от этого, то оно все протекает, и дальше, то, о чем я в прошлый раз говорил, дальше уже приходят мои ценности, настоящие, что для меня важно, окей, у меня пришла мысль, сексуальная, очень сексуальная, что вот мне нужно, значит, срочно заняться сексом с этой девушкой, окей, но я отметил, что мне пришла эта мысль, но дальше-то у меня уже вопрос к моим ценностям, к каким-то большим контекстам, может быть, этого хочет часть меня, но какие последствия это дальше будет, что я уже как бы из другой какой-то точки могу принимать решение, но не подавляя это чувство, а вот так его сопроводив, здрасте, до свидания, и даже, может быть, насладившись этим чувством самим, вот пришло это, ахаха, возбуждение, как я его прожил, вот так, вот, то есть, мы наблюдаем за сменой своего отношения к этому произведению, ну и потом, как всегда, у нас завершающая фаза, она тоже важна, когда мы творим что-то сами, когда мы превращаем вот это, вот то, что у нас там возникло, какой-то вот этот весь этот внутренний коктейль, да, из этих чувств, мы его превращаем в какое-то творчество, это тоже важно, вот создать канал, потому что, вот, если брать эту метафору, когда, про это, что гости пришли, значит, там, и они пришли, свободно ушли, вот они не всегда хотят свободно уходить, да, потому что за что-то они там зацепились у вас, в комнате, за ваш чайник, и хотят все-таки чайку попить, а тогда вы им специально создаете канал, для того, чтобы они, вы их как-то так провожаете, провожаете специальным способом, вы поэму пишете о своей похоти, или там, значит, рисуете рисунок о своем отвращении, там, вот вы что-то делаете, и это действительно находит какой-то свой выход, и, ну, там, многие творцы, всевозможные, художники, писатели, они как раз, как-то вот, находили через это творчество, в том числе, канал для, вот, воплощения такое вот, да, именно безопасное, каких-то своих, вот этих очень, ну, глубоких травм, там, каких-то противоречий внутренних, да, вот они вот находили, они как-то вот освобождаются от этого, потому что иначе бы их это как-то могло разорвать вообще, поэтому вот это некое творчество, канализация этой энергии, она важна очень, и это вы же никому не будете показывать, если не захотите, если захотите, выставите это, пожалуйста, в нашей группе, если не захотите, то не надо, но самое главное, что вы это сделаете, опять же, почувствуйте, как вам с этим, вот, вот, ну, в общем, вот все, наверное, да, все, что хотел, сказал, так, кто-то что-то написал, кто-то написал, так, ну, это будет про член Давида, в принципе, так важно, ну, давайте я вам в конце анекдот расскажу, чтобы на тему наношу, он, правда, матерный, ну, ничего, раз у нас начинается тема, тема этого, тени, то, я думаю, что это будет в тему как раз, значит, но она, он как раз в тему, приходит мужик к доктору, ну, приходит, а мужик такой застенчивый очень, приходит и говорит, доктор, знаете, вот у меня вот кое-что болит, но есть не есть сказать, что, доктор, ну, что, что, вы же к доктору пришли, скажите, что, что, стесняетесь, как я вас лечить-то буду вообще? Говорит, ну, я стесняюсь, я прям вот вымолвить не могу, меня прям вот из меня это слово, оно прям, как будто за горло кто-то хватает. Говорит, ну, окей, давайте мы с вами по буквам, по буквам, вот скажите, какая вот, вот что у вас болит, вот какая в этом слове первая буква? Он говорит, ну, в этом слове первая буква, как в слове ухо вторая. Он говорит, ага, понятно, как в слове Ухо вторая Хорошо, а какая у него вторая буква? Ну В нем вторая буква как в слове Ухо первое Значит Вторая буква как в слове Ухо первое Хорошо, а третья какая буква? Ну, а третья буква как в слове Хуй последняя Вот, ну, такой вот анекдот Не знаю, насколько он показался вам смешным Окей Значит, следующий разговор будет... Так, сейчас, тут у меня появились, у меня с опозданием ваши приходят письма. Так что я только сейчас, может быть, что-то тут будет интересное. Звучит музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok